Привет, ребята, все любви, добра и счастья, с вами Ламповый Душевный и, как всегда, живой подкаст. Сегодняшний выпуск о французском андеграундном black metal проекте, который называется Nocturnal Depression. И сегодня мы поговорим об истории создания этого коллектива, о его становлении на мировой black metal сцене и, конечно же, рассмотрим интервью. Устраивайтесь поудобнее, заваривайте чаек и мы начинаем, но прежде чем начать, как всегда, опционально ставьте лайк, долбаните в колокольчик, ссылочка на донат в описании. Не забывайте подписаться на канал, многие слушают, но не подписаны, не надо так. Не забывайте подписаться на группу ВК и Телеграм, сюда я часто выкладываю много интересного, что не вошло в выпуск. И обязательно ставьте лайки на Яндекс.Музыке и Гугл подкасте, где вы слушаете этот выпуск, это способствует продвижению канала. Ну и для тех, кто просил ссылочку на Spotify, потому что почему-то не могут меня найти на Spotify, я оставил ее в описании к этому видео. Ну что ж, мы начинаем. Nocturnal Depression это французская андеграунд-блэк-метал команда, которая играет медленный, депрессивно-суицидальный блэк-метал, и в ней сильно чувствуется влияние таких небезызвестных коллективов, как Наргород, Фоготен Томп и Бурзун. У коллектива Nocturnal Depression есть даже каверы на композиции Наргород, Фоготен Томп и Бурзун, и это неудивительно, когда коллективы каверят своих кумиров. Информация о том, что Хер Суизид предпочитает не принимать участие в шоу, остается без комментариев, но в одном из своих интервью он раскрыл некоторые подробности мировоззрения группы. Ну а вообще, если обратиться к истории, то в 2004 году выходит первая демо, которая называется Суизидал Сраусис и Нир Ту Зе Старс. Обе записи были выпущены в двух вариантах. На кассетах лейблом Винтрайх Рекордс лимитировано до 500 копий, и на диске, но уже на лейбле Вайспирин Найт. Собственно, с 2004 года и считается, что коллектив был создан. В следующем году группа выпускает еще два демо. Одну из них это Soundtrack for Suicide, а второе Fuck Off Parisian Black Metal Scene. И первая демо была записана летом и вышла зимой, так же в двух вариантах, как и два предыдущие. Вторая демо вышла только на кассете. Издание включило в себя старые треки, но более срыли по звучанию. Кассета вышла тиражом в 33 копии. Всего 33, ну а какие? В январе 2006 года на лейбле Вайспирин Найт выходит первый полноформатный альбом группы, который был назван Ностальгия Fragments of a Broken Past. И альбом вышел на диске, а также в апреле 2007 года Винтрайх Рекордс традиционно выпустил кассету альбома. Тираж релиза, как всегда, составлял 500 копий. Позднее в 2010 украинским лейблом Найт Бёрдс Рекордс была выпущена дополнительная кассетная версия альбома для истинных ценителей. Также в 2007 году последовало переиздание, которое включало треки с другими аранжировками. На этом диске вышло видео на трек Ностальгия. Позже вышла следующая демо, которая называлась Four Seasons to a Depression и Split с Funeral Rip. Далее состоялось первое концертное выступление команды в Гренобле, то есть во Франции. В 2007 году отметился выходом второго полноформатника, который называется Soundtrack for Suicide Op. 2. Этот релиз является переизданием Ностальгия, Suicide Sources, Near to the Stars and Soundtrack for Suicide Op. 2. В 2008 году группа активно дает концерты в Европе, и в этом же году, в ноябре, в новом лейбле Sun and Moon выходит третий полноформатный альбом, который называется Reflection of a Sad Soul. Далее в 2009 году последовал тур по Европе. Также этот год ознаменовался для коллектива выходом двух сплитов с Vedard, Benighted of Sodom и Death Row, а также DVD Man King, Suffering Vision. DVD включает в себя запись концертов Гренобля во Франции, который проходил в 2009 году. Уже в 2010-м Nocturnal Depression участвует в различных фестивалях, и после этого увидел свет альбом The Cult of Negation. Он был выпущен на известном итальянском лейбле Avantgarde Music, и некоторые релизы переизданы. Например, Nightbird Records, лейбл из Украины, переиздал часть релизов Nocturnal Depression. В декабре 2010 года группа отправляется в тур по Мексике, а в мае 2012-го по Бразилии. Кроме того, в январе 2012-го года в команде присоединился новый гитарист с псевдонимом V, который отыграл с Nocturnal Depression в турне. Также музыканты сообщили о том, что отправились в студию, где они начали писать новый мини-альбом под названием El Solment. В его записи примет участие и новый гитарист, написавший лирику для одной из новых песен, «Аминьон» выйдет со 7-дюймового виниловой пластинки, и в него войдет два трека. Один из них является треком с грядущего полуформатного альбома «Сплинн Блэк Метал», а другой эксклюзивен для этого релиза. Через коллектив прошло огромное количество участников, но основные участники коллектива, их всего двое, это «Хер Суицид» — все инструменты сочинения музыки, и «Лорд Локрайт» — вокал. В лайфшоу принимают участие приглашенные музыканты — это Моди и бас-гитара, Оби-Ирон ритм-гитара, Абалам вторая гитара и Моргхотт — ударные. На сегодняшний день коллективу уже 19 лет. Он 19 лет в андеграунде и уверенно себя чувствует. На сегодняшний день, именно конкретно прямо на сегодняшний день, когда выйдет этот подкаст, это приблизительно 15-е, может 14-е февраля, может 16-е, ну плюс-минус в этих днях, коллектив находится в турне. Они активно гастролируют, дают концерты и собирают полные залы, пусть не стадионы, но у них есть последователи. ДСБМ на сегодняшний день как никогда актуален, и коллектив «Ноктёрнл Депрэшн» в очередной раз подтверждает нам это. Давайте сейчас послушаем одну из замечательных композиций этого удивительного и крайне депрессивно-атмосферного коллектива, после чего продолжим. И, кстати, сегодняшний выпуск, на удивление, доступен будет с прослушиванием музыки даже на стриминговых сервисах Яндекса и Гугл. Что ж, погнали! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Практически невозможно DimaTorzok 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 сидим в этом доме, и это время, время музыки, когда мы заканчиваем писать, то как бы сами записи делаются где-то через неделю. То есть мы сидим, вдохновляемся, потом быстро все записываем, и, собственно, так появляется альбом. Но для следующего альбома мы будем использовать ProStudio, сотрудничать с людьми, которые будут играть материал, написанный нами. Интересно, то есть вы прибегнете к помощи профессиональных музыкантов. А изменилось ли что-нибудь в процессе вашего написания музыки в сравнении с тем, каким он имел место быть с начала создания группы? Может, ваше отношение поменялось? Самое, наверное, важное изменение, я думаю, в том, что у нас есть свобода. Мы освобождаем себя от обычного черного металла. И когда вы слушаете два первых диска, вы чувствуете влияние истинного черного металла. Начиная с саундтрека Opus One, можно понять мое первоначальное видение. Главное влияние в блок металл с некоторым тяжелым участием в мелодиях. А что касается нас, то мы всегда такие, какие есть. Немного глупые для некоторых людей с дерьмовым музыкальным вкусом. И, знаете, нам не нужны советы, мы о них не заботимся. Так что все хейтеры, пошли вы нахер. Знаешь, если мы уберем вокал из вашей музыки, останутся очень приятные мелодии. Медленные риффы, гитары и некого рода смягчение барабанных партий. Когда мы добавляем к этому вокал, получается совсем другая вещь. Когда я слушаю ваш материал тщательно, чувствую тон и дрожь голоса, то появляется чувство, что лавина депрессии накроет меня. Вот-вот накроет. Вы стараетесь сконцентрировать внимание на разрушающий эффект, или вы здесь исполняете сердечное чувство? Знаешь, это большой интересный вопрос, и я честно получаю удовольствие от этого интервью. Как я уже сказал, мы предпочитаем путь чувств, но объяснить это гораздо сложнее. И мы разделим ответ на две части, точки зрения музыки и вокала. Если говорить музыкально, black metal – это лучшая музыка, которая может играть с вашими чувствами. Она как бы больше нацелена на отрицательные чувства, много ненависти, война, гнев, боль, убийства. А чувство печали, горя и депрессии не используется из-за нехватки свирепости. Только представьте, каким получится самый темный жанр музыки с грустными словами и медленным темпом. Вокал – наиболее важный инструмент. И если лорд Эрл Храйетт может петь с чистым голосом, что будет красивая сладкая музыка, даже если это black metal, да почему и нет? Я хотел типичный скриминг, характерный для black metal, потому что это мост между человеком, его чувствами и его страданиями. И только послушайте соединение крика и чистой гитары. Каждый раз я наслаждаюсь ими. Так что мы – актеры, играющие с вашими чувствами. Мы знаем много людей, на которых воздействует наша музыка. То есть, получается, главная цель создания вашего альбома – это создание такой атмосферы. Ну, каждый альбом отражает разную атмосферу. Да, тут согласен. Как бы, black metal – есть некая специальная коробка жанра. Ваш собственный стиль описан как депрессивно-суицидальный black metal, и основой для этого названия наверняка являются ваши тексты. Только Лорд Лохрайетт их пишет или в этом также принимают участие и другие члены группы, ну, например, ты. Знаешь, в Nocturnal Depression нас только двое, кто задействован в процессе написания текстов, и так будет всегда. Мы пишем тексты подсознательно, но без сложных слов, и я ненавижу это. Мы сказали сначала, что в альбоме мы играли true suiucidal black metal, но мы его так и воззвали. Но в следующем мы не будем прикладывать усилия для поиска ярлыка в нашей музыке. Она может называться суицидальной и мелохоличной black metal, может даже черной гибелью или даже дерьмом. Нам без разницы. Мы просто будем писать то, что хотим. Вы знаете, у вас также есть специальный видеоклип на трек «Ностальгия». Здесь можно увидеть, что вы интересуетесь сатанизмом. Я прав? Имеются ли какие-то связи между Nocturnal Depression и сатанизмом? Ну, мы сатанисты, и мы не хотим скрывать это от самих же себя. Единственная связь сделала нами, и мы не хотим выражать ее через Nocturnal Depression. У лорда Аллахараеда есть песня «Мрачный пейзаж» относительно этой идеи. Так, хорошо, с этим мы разобрались. Вот скажи, четыре сезона в «Депрессии» показали четыре времени года, что является наиболее используемой темой в настоящее время, но это до сих пор впечатляюще. Что эти сезоны означают для вас? Что вы любите больше мелохоличную осень, жестокую зиму, цветущую весну или горячее лето? Мы берем основу, очень-очень отдаленно, от Вивальди. Это сезоны, которые мы сделали лучшее представление декадетской жизни. Весна, как бы начало возникновения меланхолии. Лето — это страдание, от которого рождается печаль. Осень — ведущая ностальгии, и зима — союз между окончанием, как бы гневом, ведущим к самоубийству и путешествием в астрал. По моему мнению, я наслаждаюсь ностальгией осени. Знаешь, если я не ошибаюсь, я не уверен, у вашего названия нет в списке «Очередь для концертов». Что является причиной этого? Ну, я не играю просто вживую, я живу далеко от сцены по причине здоровья. А что вам не понравилось в парижском Black Metal? Вы это продемонстрировали в 2005 году. Не могли бы вы это прояснить для наших слушателей, которые не знают, что происходит в Париже? Ну, в то время, если вы приехали в Париж, то вы могли считать себя единственной группой, играющей — Black Metal. Сейчас этого нет, это уже исчезло. Я знаю уже, что после этой песни было много отзывов о нас, и нам без разницы. Здесь мы выживаем и не оцениваем ни одного из этих отзывов. Вот вы даете различные интервью журналам, потому что это хорошо пиарит, или вы думаете, что это необходимое зло для пропаганды группы? Интервью всегда дает возможность объяснить свою музыку как можно глубже. Часто интервью рассматривается как пропаганда, но не для меня. Музыка — лучший способ узнать артиста, чем какие-то там слова. Вас интересует психическая сторона человека и более его темные стороны. Что повлияло на вас для создания такой музыки? Ваше собственное настроение или, может, расстройство? Единственная вещь, которая вдохновляет нас, — это отрицательное чувство нашего прошлого, настоящего и будущего. Мы всегда, и наша музыка это иллюстрирует. Лучшее решение всех проблем — самоубийство, по вашему мнению. Вы думаете, это единственный путь избавления от проблем? Знаешь, каждый раз, когда мы можем слышать жалобы людей на их деймовую жизнь, и чтобы избежать этих проблем, они часто задумываются о суициде, по моему мнению, я не покончу с собой, потому что я парень, который сталкивается с проблемами и способен их уничтожить. Это будет слишком ценно и дорого, если я убью себя. Я предпочитаю остаться и готов иметь каждого, кто меня ненавидит. По моему мнению, видеоклип «Ностальгия» — клип о смертельных ситуациях. Это заставляет вас чувствовать себя лучше, когда вы принимаете боль своему телу. Я больше не использую череновредительство. Я говорю об этом, потому что несколько лет назад я встретил подростков, которых искалечил. Потом вы понимаете, что не нуждается в выполнении подобных ритуалов. Вам не надо этого делать только для того, чтобы это объяснить. Мое тело — это вообще карта страданий, полная шрамов. Ну, прям, серьезно. Скажи, а есть ли какая-либо идеология, секта, идея или мнение, за которую вы стоите, к которой принадлежите? Если да, то не могли бы вы рассказать мне, каково это? Наши идеологии никогда не входят и не входили в нашу музыку. Такого никогда не случится. А была ли в вашей жизни какая-либо ситуация, которую вы не заводите до самой смерти? Я имею в виду с положительной и отрицательной точки зрения. Что означает для вас слово «семья»? Я, как бы это, я не живу прошлым. Я продолжаю сталкиваться со всем тем, чем люди кидают в мою голову. Я живу далеко от семьи, но я думаю, что для многих людей семья является причиной не прибегать к суициду. Я слышал это чертово оправдание много раз. Действительно ли это интервью было приятно вам? Если да, то спасибо вам большое. Да, вы сделали действительно хорошее интервью. Я давно так не разговаривал. Я получил большое удовольствие от вопросов, касающихся музыки, нежели политических, которые можно задать не сейчас. Продолжайте в том же духе. Огромное вам спасибо. А что вы скажете для слушателей со всего мира? О, ну, слушайте Nocturnal Depression, слушайте музыку, которая вам нравится. Если это не наша группа, то окей. Если она вам разонравится, окей. Главное, помните, что важно найти себя. Важно найти себя и не потерять. Ведь вы — это самое ценное, что у вас есть. Вот такое интервью. Довольно интересное, необычное. И мы видим, что музыка — это возможность рассказать о своей боли другим, научить чему-то, вдохновить, поддержать или, наоборот, полностью уничтожить. Для музыкантов Nocturnal Depression — это своего рода способ общения. Общение со слушателем и другими людьми. И, как мне кажется, им это замечательно удается. Я слушаю Nocturnal Depression с 2010 года, и мне очень нравится этот коллектив. Поэтому я настоятельно вам рекомендую ознакомиться с их творчеством с самого первого релиза. Ну а на сегодня всё. Спасибо, что слушали. До новых встреч. И берегите себя и своих близких. Слушайте хорошую музыку. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон «Симон» 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...